У меня есть отличные новости, как можно получить полмиллиона рублей по гранту от государства для мастера ногтевого сервиса. Меня зовут Ульяна, я руководитель отдела развития магазина ProSalon. Уже в этом и в прошлом году несколько специалистов подологии и педикюра приобрели оборудование по данному гранту. И сегодня я расскажу, как можно получить эту заветную выплату. Данный грант может получить только социальный предприниматель. Что же такое социальное предпринимательство? Это бизнес, который направлен не только на получение прибыли, но и на решение социальных проблем общества. Государство активно поддерживает таких предпринимателей, предоставляя различные субсидии, гранты и другие меры государственной поддержки. Для того, чтобы стать социальным предпринимателем, необходимо соответствовать одному из четырех критериев, которые указаны в Федеральном законе номер 209. Первый критерий – это трудоустройство социально уязвимых граждан. Это могут быть пенсионеры, инвалиды, малоимущие родители, многодетные родители, выпускники детских домов до 23 лет. Полный список таких граждан можно изучить в Федеральном законе номер 209. Таких сотрудников у вас должно быть не меньше половины от общего штата. И выплаты для таких сотрудников должны быть не менее 25% от общего бюджета Фонда оплаты труда. К данной категории можно отнести услуги ногтевого сервиса и принимать на работу социально уязвимых граждан. Вторая категория – это производство товаров и услуг социально уязвимыми гражданами. То есть вы можете приобретать у них товары и продавать их. Третья категория – это производство товаров и услуг для социально уязвимых граждан. Например, это могут быть средства для реабилитации, протеза, ортопедическая обувь или же предоставление услуг, которые направлены на компенсацию ограничения жизнедеятельности. Как раз к данной категории относятся услуги ногтевого сервиса, где могут обслуживаться социально уязвимые граждане. Четвертая категория – это деятельность, которая направлена на решение социальных проблем. Например, это могут быть социально-педагогические услуги для детей. Доля доходов от такой деятельности должна составлять не менее 50%. Социальным предпринимателем может стать каждый. Такой бизнес – это быстро развивающаяся территория, которая обеспечена поддержкой государства и общественных организаций. Открыть для себя новые возможности господдержки – это несложно. Достаточно подать заявку на включение в реестр социальных предприятий до конца текущего года в центре «Мой бизнес». В реестр могут быть включены только субъекты среднего и малого бизнеса, такие как предприниматели и коммерческие организации. Чтобы вас включили в реестр, необходимо, во-первых, определиться с категорией социального предпринимательства и какие социальные проблемы будет решать ваш проект. Во-вторых, подготовить необходимые документы в соответствии с требованиями вашего региона. Ну и, конечно, подать заявку вместе с документами и дождаться решения комиссии. Изучая статистику роста социального бизнеса, можно сделать вывод, что на сегодня в нашей стране не более 10 тысяч социальных предпринимателей и предприятий. По первому критерию работает не более 23%, по второму критерию работают не более 1% предпринимателей, по третьему критерию работают всего лишь 13%, и самый большой охват – это у четвертого критерия почти 63%. По факту получается, что если это сфера подологии, то для сферы подологии больше подходит третий критерий. А если брать сферу ногтевого сервиса, эстетики, то туда подходит больше первый критерий, то есть наем сотрудников из социально уязвимых граждан, потому что эстетика, она не решает никаких проблем для социально уязвимых граждан. И тут мы с вами понимаем, что первые и третьи критерии, которые можно использовать для получения гранта в сфере ногтевого сервиса, ждут своих героев. По факту грант для социального предпринимателя, по моему мнению, даже проще, чем социальный контракт, потому что для социального контракта каждый участник составляет самостоятельно бизнес-план, делает расчеты, обосновывает этот бизнес-план. А здесь же для социального предпринимателя в процессе обучения как раз-таки есть обучающие программы, где можно создать свой собственный сайт и как раз-таки сформировать бизнес-план для социального бизнеса. Что же вам даст статус социального предпринимателя? Во-первых, можно будет участвовать в различных программах и конкурсах. Например, в одном проекте вам помогут создать собственный сайт и разработать бизнес-план для социального бизнеса. Конечно же, во-вторых, можно будет рассчитывать на получение субсидий и грантов, а также льготное аккредитование. Файл с полным списком мер поддержки вы можете скачать в описании под видео. Какие есть требования для получения гранта? В первую очередь предприниматель должен состоять в реестре социальных предприятий, так как грантовая поддержка имеет целевой характер. Во-вторых, для допуска к защите и конкурсному отбору предпринимателю необходимо пройти обучение в центре «Мой бизнес» в рамках обучающих программ. Причем посещение данных программ должно быть не менее 70% и иметься сертификаты. Таким образом, комиссия поймет, что предприниматель имеет все необходимые бизнес-компетенции и знания. В-третьих, предприниматель должен уже реализовывать свой проект в сфере социального бизнеса. И в этом вам помогут эксперты на обучающих программах. Кто может получить данный грант? Государство предоставляет данный грант только для тех социальных предпринимателей, которые ранее не получали такую выплату. Для того, чтобы претендовать на данный грант, необходимо выполнить несколько условий. Во-первых, пройти специальное обучение в центре «Мой бизнес». Во-вторых, погасить все задолженности перед государством. В-третьих, в соответствии с требованиями гранта, социальный предприниматель должен софинансировать расходы на открытие своего проекта не менее 25% от общего бюджета. В-четвертых, регионы могут устанавливать самостоятельно дополнительные требования. И это тоже нужно учитывать. Какие документы вам потребуются для получения гранта? Требования и сроки подачи документов зависят от региона, так как данные выплаты производятся из регионального бюджета. Все необходимые документы будут указаны в положении о гранте. Как правило, это пакет документов и бизнес-план с обоснованием сметы. Куда подаются документы для получения гранта? Заявки на гранты подаются в региональные органы власти. Например, это может быть Министерство экономики. Точное ведомство вы сможете узнать в центре «Мой бизнес». Как происходит конкурсный отбор победителей по гранту? Точная информация по отбору победителей всегда указывается в конкурсной документации. Как правило, формируется комиссия, которая оценивает заявки участников и особое внимание уделяет следующим моментам. Больше всего баллов получают те участники, у которых помещение для бизнеса находится в собственности. Дополнительные баллы получают участники, которые планируют привлекать новых сотрудников для своего проекта. Также дополнительные баллы получают те участники, которые являются резидентами бизнес-инкубаторов. Это проекты, которые направлены на поддержку предпринимателей и есть во всех регионах. Если вы уже участвовали в подобных конкурсах, это вам также обеспечит дополнительные баллы. Те участники, которые наберут наибольшее количество баллов, станут победителями гранта и получат выплату. На какие цели можно потратить выплату по данному гранту? Выплату по гранту, полученную в сфере ногтевого сервиса, можно потратить на переоборудование рабочего места. Например, поменять вытяжку, педикюрное кресло или аппарат и многое другое оборудование. Также можно потратить на аренду помещения или на ремонт помещения или на рекламу. Полный список, на что можно потратить выплату, будет обязательно указан в документации по гранту. Деньги от государства нельзя направить на уплату налогов, сборов и других отчислений в бюджет. Также на данные средства нельзя погасить кредиты и другие займы. Какие отчеты должны предоставлять получатели грантов? Грантополучатели должны предоставлять два вида отчетов о расходовании средств. Первый отчет относится к целевому использованию гранта и требует подтверждения, куда были потрачены средства. Для этого вам необходимо будет предоставить договора с поставщиками, акты выполненных работ и платежные поручения и, возможно, другие закрывающие документы. Второй отчет относится к показателям о выручке и о наборе новых сотрудников для проекта. Теперь вы знаете новые возможности для вашего бизнеса. Давайте подведем итоги о данном гранте. Чтобы стать социальным предпринимателем и иметь возможность получить данный грант, необходимо быть зарегистрированным в Реестре социальных предприятий. Грант могут получить только те, кто не имеет задолженности перед государством и имеет возможность вложить собственные средства в развитие бизнеса. Грант можно получить абсолютно в любом регионе и рассчитывать на другие меры поддержки от государства. Если сравнивать данный грант с социальным контрактом, то есть несколько различий. Во-первых, здесь по гранту вы можете приобретать абсолютное оборудование, потому что по соцконтракту, например, в каких-то регионах не разрешали приобретать зарубежное оборудование, оборудование выше какой-то стоимости. То здесь таких ограничений по гранту уже не будет. Вы можете приобрести все, что вам необходимо. И, наконец, специалисты подологии и педикюра смогут приобрести себе вытяжку фубланк версии PRO, потому что по гранту таких ограничений, как по соцконтракту, уже не будет. По мне, самое важное это то, что о данном гранте знает очень мало людей, которые занимаются непосредственно предпринимательством. Потому что, если даже взять ту же самую статистику в 10 тысяч человек со всей страны, это просто капля в море. Где лучше приобретать оборудование, чтобы успешно отчитаться по всем расходам? Не рискуйте в попытке сэкономить и сотрудничайте только с проверенными поставщиками. В наш магазин не один раз уже обращались клиенты, которые просили сделать закрывающие документы для отчетности, потому что они купили где-то оборудование, где им не смогли предоставить все необходимые документы. Конечно же, мы в этом случае ничем помочь не можем, так как у нас все документы официально проходят через налоговую. И если у вас получится такая ситуация, то вам, конечно же, придется вернуть выплату обратно государству. И, конечно, теперь вы можете приобрести дорогостоящие кресла, дорогостоящие аппараты, которые вам не могли согласовать комиссия по социальному контракту. По данному гранту в прошлом году уже несколько предпринимателей, и в этом году уже в начале года пришло два предпринимателя, которые приобрели оборудование по данному гранту. То есть по факту все, что необходимо вам сделать для того, чтобы получить этот грант, вы уже делаете в процессе обучающих программ, которые вы проходите в центре «Мой бизнес». Я лично пообщалась с одним из клиентов, кто получил данный грант и приобретал оборудование в нашем магазине. По ее словам, получить данный грант довольно-таки просто, никаких сложностей у нее не возникло. Она живет в Московской области. Для этого ей потребовалось, естественно, включить себя как предпринимателя в реестр социальных предприятий, пройти обучение. Обучение, кстати, ей очень понравилось. Она для себя нашла там много вообще положительных моментов, которых она для себя вообще не видела для развития бизнеса. И по итогу она получила грант полмиллиона рублей, приобрела все, что она хотела. Приобрела она даже два аппарата, приобрела очень хорошее кресло, приобрела вытяжку дополнительно в Фобланк. И спокойно абсолютно отчиталась перед ведомством за растрату средств, которые она получила. Магазины Фобланк и Просалон помогут вам выбрать безопасное и качественное оборудование для работы в вашем кабинете. И, конечно, мы предоставим вам полный пакет отчетных документов по вашему бизнес-плану. Социальные предприниматели, несомненно, меняют мир к лучшему. Присоединяйтесь к числу тех, кто приносит пользу обществу уже сегодня. Продолжение следует...